Приветствую всех, с вами Сенсей, рубрика новости, честно о новых новостях хочу рассказать, но немножко такое вступление, хочу объясниться, если у меня новости будут спокойные, как у всех, то я ничем отличаться не буду, поэтому кому неприятно меня смотреть уж извините, не смотрите, я стараюсь не ругаться, но когда я заливаю такие вещи, у меня дико раздражает человеческая тупость, чем мы становимся старше, тем тупее, наверное, скорее всего, ну давайте начнем, значит у нас такие темы есть, вот мой канал, сюда заходите, тем несколько, для кого-то покажется и много, все есть у меня Давайте начнем, значит первое, недоумки из Польши, значит поляки 7 назвал наше государство террористическим государством, но я долго задерживаться не буду, я не могу понять, мир катится в ад Вот, эти люди просто не стесняются в выражениях, так как наша страна гуманная, предсказуемая, она никогда не откроет рот на кого-то и так далее Поэтому они себе позволяют все что угодно, она как торговала, так и торгует с этими странами, которые так высказываются, ну вот признали терроризм у нас Вот такие дела, что они там курят неизвестно, потому что нормальный, здравый человек в здравом уме такие вещи, мне кажется, сказать не может Если мы сейчас начнем выделываться, то нам пол Европы надо будет закрыть, назвать террористами, не говоря уже США Ну давайте пойдем дальше, значит, новости у меня каратенечко, так что вот за мной команды нет, я сам все делаю и пока еще не зарабатываю здесь Давайте вот посмотрим, Ярсы наяривают Вот, одно поколение сменяет другое, вот тополь М был, да, стоял гнил в шахтах, теперь вот сейчас Ярсы будут Я не могу понять, для чего вот эта показная, вот эта вот, нужна такая видимость показная, я вот понять не могу Они что, кого-то хотят этим напугать? Нас никто не боится Почему? Я вам объясню почему Потому что мы честные, справедливые и все тому подобное, гуманисты мы То есть, каждый шаг, Запад знает наш, каждый шаг Мы предсказуемые Вот этот гуманизм предсказуемый, я думаю, в глазах врага Это слабость Слабость Это наша слабость, вот этот гуманизм, справедливость и так далее Наша страна настолько стала слабой, что ее всерьез никто не воспринимает Вот эти Ярсы, вы думаете, кто-то всерьез воспринимает? Да тьфу и растереть Они полетят только тогда, когда полетят в нас такие же ракеты Только в ответ мы можем их запустить Что там изменили, правила и так далее Это все на бумаге написано Никто стрелять из нашего руководства Тем более главнокомандующий Никогда не будет И весь Запад об этом знает Потому что он так, легкую Говорит такие вещи Что давайте ракетами закидаем и так далее Все что угодно хотят, говорят, понимаете? Зеленский вообще ничего не боится Вообще ничего не боится Ничего Запад пугает Россия это просто тряпка, понимаете? Вот я считаю, так они думают Мы великая и большая страна Богатая ресурсами и всем Самая большая по территории Но мы как зайцы, забитые в угол Потому что этим мы проявляем слабость Вот этой порядочностью Вот этой вот сдержанностью Понимаете? Это проявление слабости Я тут слушал по радио Я телевизор-то не смотрю Слушал по радио Один ведущий Я уже сейчас не помню По-моему на Комсомольской Комсомольской Правды Комсомольской Правды канал, по-моему И вот один там высказывался Говорит Мы проявляем слабость Потому что вот такая ситуация Что нас всерьез не воспринимает Потому что они знают каждый наш шаг Да, так оно и есть Они знают Когда будут стрелять эти ярсы Никогда Они будут стоять и гнить там Понимаете? В этих Потому что никто не развяжет Ядерную войну с нами Нас будут съедать вот так Как на Украине С нами уже воюет Весь Запад Так же и будет и дальше И Польша присоединится И так далее Страны начнут присоединяться А ярсы будут стоять в окопах И никто их не запустит Вот такие дела Так вот и ведущий он говорит Вы что? Начал ему объяснять Вы что? Ну вот сейчас вот это все события закончатся Их на кого пальцем покажут? Вот Самая справедливая страна Честная Выступающая по закону И так далее Это что? Розовые очки что ли он надел? Если не развяжется ядерная война Развяжется такая война Потому что мы ведем Вот так Мы вот так вот Вот так защищаемся Мы сейчас находимся в защите Великая и большая держава Мало денег? Печатайте деньги Ну они пытаются сейчас там Добавить мелочь Там добавить двухтысячные Или какие там Деньги добавляли только недавно Другой формат и так далее Да Они все делают правильно Они боятся инфляции Но инфляция зависит Не от того Сколько вы денег выпустите А от тех Частных подпринимателей От тех Чертей Которые сидят Рядом с вами Там финансисты Вот эти вот все Вот от них зависит На сколько в декабре Поднимают там До десяти процентов На все Вот такие дела Вот эти ярсы Они ушли на покой Понимаете Вот они встали И все И будут стоять И гнить там Одна заменяет другое Топали Заменили вот ярсы эти Все Они будут в этих шахтах Обслуживаться И все Больше ничего не будет Потому что они никогда В жизни не полетят Никогда И запад Это прекрасно знает И вот эта показная Вот эта удаль Она видать Для нас А не для запада То есть мы Великая Могучая страна Мы видим Что происходит На Украине Мы видим Мышиной возня Меня это не убедило Что у нас Великая Мощная страна Меня это не удивило Дело не в ярсах Как говорится Не в клозетах А в головах Давайте пойдем дальше Пусть гниет дальше Обратите внимание Я россиянин И я глубоко поддерживаю Россию Да Мне многое Мне не нравится Но я россиянин И дам в морду Все тем Кто Как-то нас обзовет Россию И так далее Но я считаю Что я лично Имею право Высказываться В сторону нашего Правительства И так далее С теми словами Что я не могу Понять Что происходит В нашей стране И почему У нас не в клозетах А в головах В головах разруха И вы сейчас Это заметите Поверьте мне Начинаем Георгиевская ленточка Я с уважением К ней отношусь Мне не нравится Когда люди вешают На машину Вот На зеркала Ну В срач превращается лента Да Мне не нравится Когда на сумке вешают Это мне не нравится Лента должна Находиться на груди Так говорят Мне нравится Когда она висит в машине Например на зеркале Мне это нравится Или где-то внутри Она приделана Машина Пусть она там Дома Или еще где-то И так далее Да Я видел много раз Валяющиеся ленты Так как я работаю Последнее время На вокзале Московском Часто вижу И в помойках Ленты И так далее Вот Но дело Даже не в этом Вышел новый закон О георгиевской ленточке Осквернение Георгиевской ленточки То есть Нам показали Как оскверняет Украина А им это позволено И до сих пор Они позволяют По-моему До сих пор Обстреливают Донбасс Я не знаю Как это происходит По какой причине Но это не мое дело Они наверное Больше Обычно Как у нас говорят Начальству виднее Вот наверное Там виднее начальство Ну нам снизу Тараканам Видно что мы Ни хрена Ни с чем не справляемся Вот посмотрите Штраф За георгиевскую ленточку Так 3-5 миллионов рублей Никаких 100 тысяч Ничего То есть Я так понял Если вы например Хотите осквернить ленточку И записали ее Или сфотографировали Или записали То вам такой штраф прилетит Или до 5 лет лишения свободы То есть за осквернение флага Российского Да Год дают А за ленточку вам 5 лет В лупе А вы видели Как оскверняет Вот От огня Прикурит Или еще что-то Так вот Эту ленточку Тут и наступит А какой-то черт Сфотографирует Оп Держи Здравствуйте Я ваша зона 5 лет Получительно И кто-то мне Может объяснить Откуда Какой-то Дебильный Россиянин Из нашего Числа народу Возьмет Ленточку Начнет ее сжигать Снимать И потом Оплатит штраф От 3 до 5 миллионов Не от 300 до 500 Которые он мог бы Отработать Например Химию ему дали И он Химия Это значит Условный срок Где-то работать Отработал Да И там 5 миллионов Как он отработает Он не отработает То есть Он их оплатить Не сможет Он сядет На 5 лет За то Что он там Растоптал И так далее Сжег Ленточку 5 лет Заметьте Дают Даже за убийство Там и по осторожности И так далее И туда-сюда То есть Ленточка Приравняется Вот к таким Вот условиям Я думаю Это Разруха В головах Госдумы Это еще Не все Вы увидите Дальше Еще интереснее Ходят с ума Вот Вот это вот Все Им нечем заняться Понимаете То есть Мы настолько Хорошо живем Война настолько От всего Отвлекла Что мы так Прям Барствуем Живем хорошо Много стали Осквернять Понимаете Вот С этим все связано Осквернение Ленточки Началось И так далее У нас в стране Не на Украине Не за границей А у нас Именно в стране И настолько Вот плохо Такое плохое Положение Георгийские Ленточки И они решили До пяти лет Дать От двух До трех Миллионов До пяти Да Миллионов Там физические Химические Лица Как я их называю Вся вот эта Хренотень Ну ладно Давайте пойдем дальше Обратите внимание Значит штрафы Да Грозят До трех Миллионов Да Три года Или До пяти Миллионов Пять лет Да Не важно Кто там Нацисты И так далее Вся эта дрянь Короче Ну мерзость Вся Я считаю Да С такими вещами Нельзя вообще Заниматься Но И всех призываю Такой ерундой Не заниматься И не бросать И не разбрасывать Эти ленточки А куда их бросать Дома В мусорное ведро Если вы начнете Бросать в мусорный ящик Какой нибудь В урну Эту ленточку Упадет она С дрешню В какую нибудь То лучше ее отряхнуть И взять с собой Потому что Если будете ее бросать Еще сделают так Что вы ее затоптали И бросили Понимаете Пятерку держите Потому что 3-5 миллионов У вас наверное Нет таких денег Потому что Вы ходите по улице Вы не ездите на Мэрсах По кому они судят Они судят Что Москва По Москве что ли Судят Всех Весь честной народ Я понять не могу Москва это Отдельная страна Уже блять Пора уже В башку свою Вогнать Эту дрешню Давайте дальше пойдем Еще интереснее Нашей Госдуме Не дает покоя ЛГБТ Ну я что-то читал Там Ну Мерзавцы эти Это пропаганда Дебильная Я ее терпеть ненавижу Я когда увижу В фильмах Там что-то Какие-то сцены А ее сейчас Пихают везде У меня просто Омерзение Я проматываю И так далее Мне это вообще Ну никак Вот Понимаете Но Я не знаю Госдума Она смотрит По Москве Опять же Почему она сразу Не приняла Нормальный закон Когда Своевременно Почему сейчас В такое тяжелое время Триста Депутатов Триста Понимаете Триста человек Вы почитайте закон Там Тридцать строчек В этом законе Триста человек Обдумали это все И решили сделать Штрафы Сейчас штрафы Оббал Штрафы Георгиевская ленточка Помните сколько штрафов Вот давайте За пропаганду Где у нас там От ста до Двухсот Тысяч Рублей Восьмисот Тысяч Рублей До миллиона Вы можете Даже текст не читать Вы не увидите Здесь Не то что там Посадить кого-то Вы даже Не увидите Четыре миллиона Он там есть Для граждан То есть Какой-то Педофилии Там Всякие Неполноценные Мерзавцы Вот эти Всякая хрень Детей Склоняющих К Гетеро К этим Какой Смене пола 100 тысяч Рублей 200 тысяч Рублей А ленточку Вы встанете И стопчете Или сожгете Пять На зоне Будете сидеть Или пять Миллионов Рублей До десяти Миллионов Все Я здесь Больше ничего Не видел Я так Посмотрел Здесь Вообще Никто Несет Никакой Ответственности Да плевать Что происходит Вот вообще Кто-то Может мне Объяснить Может вы Мне напишите Кто-нибудь Объяснит Может Госдума Привет От Сенсея Объясните Мне Почему У вас За ленточку Пять лет Дают А этим Мерзавцам Ублюдкам Блядь Ничего И эти Мерзавцы Они все На деньгах Сидят Все Потому что Они С педофилы Там Связаны Эти Гомики Бобики Вся эта Хрена Сосень Она Сся При деньгах Что у нас В банях Что ли Домогаются У нас И бань Уже Сейчас Наверное Нет Никаких Это Все Делается Как Говорится Не в Кустах А в Клозетах Теперь Уже В клозетах Вот видите Штрафы Будут До 10 Биллионов Рублей А за Ленточку Пятерку Да Получи Сядь Это Не смешно И горько Что Творится В Госдуме Я вообще Понять не могу Ну туда Буд Сейчас Пришел Туда Пришел Буд Сейчас У них Все Наладится В ЛДПР Все И они Еще Один Закон Издадут Пять Лет И здесь Штрафы Какие До 10 Миллионов Смотрите А здесь До 10 Миллионов Здесь Вообще Преступные Группы Я Что Здесь Читал Это Преступные Группы Организации Для Организации Это Преступные Организации 10 Однополые Браки Браки Ну чего Где Там Пробирка Что Детей Будут Рожать Кто Тих Должен Вынашивать Не знаю Как У них Понимаете Там Разрешено Курить Все Что Угодно У нас Запрещено Курить Но у нас По-моему Подкуривается Судя По Этим Законам Которые Выходят А у них Просто Разрешено Разрешено Их Вот Такие Дела Ну вот Об этом Я хотел Сегодня Коротенечко Рассказать На такой На такой Хорошей Ноте Берегите Себя И своих Близких До новых Встреч